Минпромторг подсчитал степень локализации автомобилей российской сборки. Для этого каждой модели был присвоен рейтинг, в котором эксперты учли процент деталей и операций, выполненных внутри России. Сама методика оценки не радует прозрачностью, однако дает пищу для размышлений. Так, чисто российскими отныне могут считаться лишь машины, получившие более 3200 баллов. Но заслужить такую оценку смогли исключительно модели марки Lada. На контрасте внедорожники УАЗ, завоевавшие около 2000 баллов. Видимо, обилие китайских узлов и систем, которые подмечают многие владельцы патриотов, не осталось без внимания Минпромторга. Между тем, машины Рено лишь немного отстали от УАЗиков, а Ниссаны питерской сборки замкнули список глубоко локализованных автомобилей. Результаты остальных брендов, несмотря на заводы полного цикла, оказались ощутимо скромнее. В самом низу списка расположились BMW, Hyundai и Kia отверточной калининградской сборки, а также Mazda из Владивостока. Хотя японская марка, заработавшая только 20 Минпромторговских очков, даже делает двигатели. Как сообщают ведомости, для госзакупки по баллам теперь подходят только Лады. Хотя, имея специальное разрешение, чиновники могут приобретать любые авто. Правда, как его получить, пока никто не рассказывает. И еще одна новость об отечественном автопроме. Автоваз серьезно модернизировал линию B0, с которой сходят автомобили Рено, а также Лада X-Ray и Largus. Отныне на этом конвейере свадьба, то есть соединение шасси и кузова будет выполняться автоматически. Кроме того, в производстве машин теперь задействованы плотины, то есть передвижные площадки, на которых монтируется двигатель, коробка передач и элементы шасси. После чего подсобранную агрегатную базу подгоняют под кузов. Любопытно, что модернизация позволит тольяттинскому автогиганту выпускать не только моно, но и полноприводные модели. Правда, таких машин, помимо кроссоверов Рено, на горизонте вроде бы не видно. Новость короткой строкой. Новый бескапотник марки ГАЗ, среднетоннажный Валдай Некст, до конца января встанет на конвейер. Подробности проекта известны, однако проиллюстрировать их пока нечем. Официальная презентация еще впереди. Субтитры создавал DimaTorzok